друзья доехал я до дагестана все-таки вчера был в нальчике кабардино-болгарии ночегемских водопадов сейчас нахожусь кочубеи республика дагестан после калмыкии нахожусь я сейчас здесь тут у меня живет брат вот приехал вчера ночью остался у него у арсенчик там выходит это мой племянник здесь живет мой брат кочубеи приехал я к нему не обычно каждый год когда проезжаю домой когда еду в отпуск через них проезжаю через кочубей в этот раз мне пришлось ехать через ростов по другой дороге но все-таки я от киздяра повернул сюда и приехал в гости выспался вроде нормально все потихоньку будут родиться в сторону махачкалы вот вот такой вот это поселок получается поселок кочубей а район тарумовский да тарумовский район вот такие дома здесь частные население сколько брат себе купил рабочую лошадку такую и салон большой и грузить можно на рыбалку можно ездить правда он что-то завязал с рыбалкой давно уже такие вот дела жара сколько на н градусов 40 кочубей вчера как приехал загнал машину вот вот даже стоять здесь во дворе очень опасно можно солнечный удар прихватить смело пойдем собаку покажу пауков очень много сейчас они все по спрятались вот вчера ночью пришел везде была паутина прям здоровые такие вот таких вот размеров пауки вот он один из них тут спит днем не видно бывает ночью все вылазит небольшой отдых и остановка в чубе после дальней дороге вообще шикарно о плотные процедуры вот он мой брат вообще небольшой да хочу за порода этот память по них понели еще было охотничий спанель во жарко вообще кайфует от воды да на иди сюда и сюда я тоже сейчас вот так под холодной водой купался но мне надо в дорогу выезжать прям возле меня виноград растет виноградник первый год это первый год ну как все собака искупалась идет под велосипед спряталась сейчас поеду у меня тут еще один брат живет вот к нему сейчас еще поеду у меня у дядки жена была русская вот еще один брат есть рядом здесь недалеко живет зовут его андрей ему сейчас доеду тоже поздоровались давно его не видел все поехали мы к нему а тут такую даль приехать его не увидеть не совсем хорошо жара в дагестане вообще страшная без головного убора вообще сжечь можно волосу дизель поедем на ней мою машину пока не будем беспокоить покатаемся на большой машинке вот тут гасан живет гасан а сосед да ваш тоже поселок кочубей вот буквально отъехали сто двести метров доехали до дорогого второго брата это его машина все друзья доехал я до брата своего вот он андрей сколько лет 7 8 лет на виделись вот сейчас вот очень рад что его увидел так что то что было запланировано получилось еще в детстве с мотоцикла падал сколько раз так что собственно вот он кочубей здесь живут мои родственники прогулка во дворе у андрея у него хоть дерево есть такое тенечки можно сидеть у другого брата вообще духота жара во дворе о такие вот растения красивые интересные подсолнух и подсолнухи растут цветы и воду а это чего у нас тут растет а его растет вот здесь раньше был турник со школы на каникулы уходил приезжал сюда здесь вот где вот этот палка стояла здесь турник был раньше здесь бегали футбол играли в детстве вот так вот попал я сюда спустя столько лет этот вообще забыл что такое жизнь из-за жары он проснулся до жара собаки вообще а мы сейчас поливали ихнюю собаку короче радовалась вообще бегала калмыкия 40 до 45 и 4 зафиксировали калмыкия но это до 70 градусов но вчера здесь 38 38 с половиной было ну не уже знаешь после обеда был ближе к вечеру а сейчас наверно больше даже там на солнце все на 50 потихоньку тронемся в сторону кисляра город кисляра есть в дагестане для тех кто не знает там тоже родственники ждут их тоже навестим давай с андреем попрощаемся давайте давай счастливо рад был видеть все увидимся все равно вам очень приятно открывать да да конца подойдет просто так сюда ехали надо завести отключить кондиционер а то наверно в машине вообще невозможно находиться из-за жары все забираем машину едем из-за жары и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok